Хэй-хоу, мои друзья, я Дима Баш, это блог Speak2Bash, и сегодня я приехал на очень интересное мероприятие. И сегодняшний ролик будет посвящен рейву. Рейв произойдет именно в этом здании, это клуб Аварора, и будет там We Love Drum & Bass, один из больших рейвов Санкт-Петербурга. И мы сегодня поговорим со многими артистами и попытаемся понять, что такое рейв, что рейв значит для артистов, и хотим вам немножко раскрыть закулисную часть этого мероприятия. Кстати, на этом рейве выступает мой друг, сведущий Ваню Вандер. Ваня, привет! Здорово, всем привет! Расскажи, ты готовился к этому рейву, и что для тебя слово рейв? Слушай, к этому рейву We Love Drum & Bass я готовился, естественно, то есть переслушивал старые сеты, также и сеты с другими MC. Вот для меня, что такое рейв? Рейв, ну прежде всего, это люди, это атмосфера, это тот, рейв это даже тот момент, который всех объединяет. Полностью с тобой согласен, рейв это эйфория, но немножко попозже мы это все выясним, когда поговорим со всеми музыкантами, никуда не переключаемся, будет впереди много что интересного. Speak to Bash! И мы специально приехали к самому началу, когда никого нет, идет сейчас монтаж всего этого, мы покажем, как это все начинается, дыхание рейва, как он начинает оживать, ведь рейв это как большое-большое существо, состоящее из многих разных факторов, свет, звук и, конечно же, людей и публики. И скоро здесь, вот именно здесь, их будет очень много. Even in dreams, you watch me. Yes, I know. I know what's in your home. Вот в МП-трейтнице, тусовщики, и будут подниматься сюда. Welcome to the war. From the war. There are a lot of inspires. Здорово, Mikhail. Andrei, andrei. Thank you. Ну что, на этом самом танцполе будет скоро тысячи людей танцевать в едином ритме Norman base. Не только здесь, также они будут здесь, вот здесь, вот здесь, и все это здание будет заполнено рейверами. Не переключаемся. А сейчас мы находимся на втором этаже клуба, здесь тоже будет туса, но туса барная. Здесь люди будут бухать, курить, веселиться, танцевать, а под конец, вернее под само утро, неизвестно, что может быть. И сейчас я вам покажу святая святых этого мероприятия, это диджейка, где артисты, собственно, отдыхают и готовятся к своим сетам. Пошли. Вот здесь одна комната. О, и, кстати, здесь самый главный организатор этого рейва, Коля Топпер. Коля, привет. Вот, что ждешь от сегодняшнего мероприятия? Полный разнос. Но сегодня будет очень красиво, сегодня будет очень повествовательно, вот, и даже в каких-то моментах очень грустно, где захочется пролить слезу. Ответь на один вопрос такой, что для тебя слово вейп? Это свободное восприятие музыки, когда человек может быть самим собой в том помещении, где звучит его любимая музыка. Отлично, никуда не уходим. Сейчас рядом со мной находится гостин 07, он, этот человек, который посетил сотни рейвов и сегодня также выступает на этом рейве, про который я говорил. И сейчас я ему хочу задать пару вопросов. Костя, что такое рейв для тебя? Ну, в первую очередь, наверное, это атмосфера. То есть, в классическом понимании для меня рейв это такие персонажи разукрашенные в каких-то костюмах интересных, там, свистки там, ну, атрибутика всякая рейва, если говорить про это. То рейв для меня это красочная дискотека, грубо говоря. Естественно, это массово все. Ты помнишь, в 2000-х годах рейва люди к ним готовились за неделю, они шли строительный магазин, покупали респираторы, халаты, рисовали, такой хедмейт полный был. И каждый хотел друг друга переплюнуть. Как думаешь, куда это сейчас делать? Почему этого сейчас нет? Это очень хороший вопрос, кстати, на засыпочку такой. Может быть, как-то более скромный народ, что ли, пошел, не знаю. Раньше как бы, ну, рейвер это прям воплощение всего, знаешь, что из тебя прям льется. Ты видишь, вот, человека рейвер, он, блин, рейвер. Ты сразу можешь сказать, вот он рейвер, вот я вижу, блин, он там с крашенными волосами, там, типа, такой. Сейчас не знаю, может быть, поколение такое закомплексованное, может быть, возможно. Не знаю, а ты что думаешь об этом? Ну, я не знаю, все-таки интервью-то не у меня, а у тебя, вот. Но я свое мнение обязательно по этому поводу выскажу, но это будет в конце этой передачи, так как я рейв давно изучаю, изучал и изучаю. И на многих-многих рейвах был как по ту сторону, тулсы и как диджеем. Так что вот, ну что, увидимся на танцполе? Обязательно, будет жарко. Йо-йо-йо, сейчас рядом со мной еще один представитель ДНБ-сцены Санкт-Петербурга. Это Антон Озма, который прошел очень долгий-долгий жизненный путь в мире драмбейса. И я думаю, он побывал на многих сотнях рейвов, и ему есть чем сравнить. Антон, расскажи, как ты чувствуешь рейв, как ты видишь рейв вообще в своей жизни? Всем привет. Для меня рейв — это, в первую очередь, энергетика. То есть, когда ты приходишь выступать, для меня мероприятия делятся на два типа. Это все-таки что-то более такое локальное, где это 100-200 человек, а бывает, когда уже 500 и более. И вот как бы рейв, он все-таки для меня это какая-то массовка, когда действительно много народу. Сегодня на World of Drum and Bass мы действительно становимся участниками этого рейва. Много народу, все счастливы, очень приятно играть на таких мероприятиях. Я не скажу, что неприятно играть на мероприятиях, где 100 человек. Это другая энергетика, это действительно круто. Но иногда хочется выступить, когда много народу, когда артист, так скажем, сплетается. Вот эта энергетика, да-да, оно в этом что-то есть, да. И ведь самое важное, что оно всегда тебя заряжает заниматься музыкой, делать что-то новое, двигаться дальше, не останавливаться на месте. А оно так и работает. Это и есть рейв, это симбиоз танцпола и артиста. Слушай, а можешь рассказать про свой лучший рейв в твоей жизни, где ты выступал? На самом деле я играю уже сколько? Первое выступление у меня было в 17 лет, а сейчас мне 33. То есть сколько у вас получается? Да, считайте сами. Огромное количество классных мероприятий. И классные мероприятия – это не обязательно очень много народу. Оно может быть и не очень большое. У меня есть какие-то яркие воспоминания. Вот запомнилось выступление в Москве. Делали ребята из TC. Драм-н-бейс туса в аквапарке была. Это было настолько необычно. Это было очень много лет назад. Вот это запомнилось. То есть я, конечно, могу назвать любую крупную тусу, где там тысяча плюс человек, там три тысячи плюс человек. Там в Европе были мероприятия. Но это будет довольно банально. Наверное, вечеринка в аквапарке – то, что запомнилось. Запоминается многим мероприятиям. Но оно отличалось. Да, оно отличается. Слушай, вот если ты помнишь, что раньше на рыбе люди готовились за неделю за дверь, шили халаты, в распирады покупали, приходили все нарядные. Почему сейчас этого нет? Мне кажется, очень просто. Как бы мода меняется. То есть что-то было актуально десять лет назад. Что-то актуальное сейчас. Сейчас люди просто приходят за этими эмоциями, послушать любимую музыку, провести хорошо время, послушать любимых артистов. Сейчас эта атрибутика уже, наверное, второстепенная. Сейчас я бы назвал атрибутикой – это какие-то, возможно, какой-то мерч, лейблов, каких-то фестивалей. Сейчас сложно встретить человека там, я не знаю, в халате, в респираторе, с палочкой, которая светится. То есть как бы время прошло, что-то новое происходит. Ты скоро будешь выступать перед большим количеством людей сегодня на этом «Вилл оф Драмбейсе». Что ты им подаришь? В первую очередь я подарю им много новой музыки. Мне очень всегда приятно сыграть какие-то эксклюзивы. Ну и, безусловно, энергетика. Энергетика, эмоции. Подарю им, подарят мне. Туда-сюда. Ну, спасибо тебе, удачно отыграть. Всё, отлично, да. И сейчас рядом со мной ещё один деятель «Драмбой» сцены, который побывал на многих рейвах и есть чем сравнить. Михаил, расскажите, как вам рейв и что для вас рейв это слово значит? Рейв – это классическая музыка, которую я начинал слушать, когда мне было 15 лет. Это только развивалось. Поэтому для меня это детство. Как-то так. Да-да, я расслаблен сегодня. Поэтому необычное интервью, ребят. Я хочу, чтобы вы улыбались. Вот мне задали вопрос, что такое рейв. Не, моё мнение – рейв – это моё детство. Для меня, я не знаю, сейчас рейва не существует для меня сейчас. Потому что в те времена это только развивалось, понимаете, ребят? Сейчас это уже какой-то больше рэп. Рэп-рейв. То есть дети перешли в рэп. И это их время. В наше время рейв – это техно, драм-энд-бэйс. Это всё развивалось. Рейв-культура, она качала именно большими какими-то мероприятиями. Это всё входило в обиход. И люди кайфовали. А теперь все люди перешли в рэп. И вся молодёжь ходит на ВК-фестивали. И вот он рейв. Современный. Вот как-то так. Ну отлично, спасибо за твое мнение. Пора продолжаем, никуда не уходим. И сейчас рядом со мной находится ещё один артист. Это Женя Сэг-2кей. Он выступал на таком рэве, как Let It Roll, на многих-многих других. Я думаю, ему есть что сказать. Женя, скажи, что для тебя слово рэйв? Кроме Let It Roll, был тераписейшн и пиратская станция, кстати, тоже. Всем привет большой. Для меня рэйв, как и для многих артистов, это такое мероприятие финальное. Когда ты можешь круто представить свои треки, поиграть, обменяться энергетикой, зарядиться позитивом. Это такое очень важное событие, скажем так. Мы все в этот момент круто заряжаемся и отдыхаем душой и телом. Знакомимся, общаемся. В общем, рэйв это как бы вообще всё для нас. Слушай, как ты думаешь, рэйв вообще эволюционирует во что-то, либо нет, либо он всё время на одном месте стоит? Ну, рэйв конечно, конечно эволюционирует, потому что и звуковые системы, и все становятся мощнее. Ну и аудио-визуальные все вещи, они тоже гораздо сейчас интереснее. Там 3D-мэппинг разный, и лазер, и световое шоу, и подача. Всё как бы развивается. Я надеюсь, что и у нас, в России, как бы это всё будет на должном уровне, как и в Европе. Ну, что я могу сказать, где мы сегодня присутствуем? Это Руело Грамбейс. Я могу сказать, здесь офигенный звук, офигенный свет, офигенно став диджеев. И тебе сегодня выступать. А чем ты порадуешь публику? Ну, я сегодня записал, подготовился. Уже два раза ездил на студию. Уже прокачался по полной программе. Ну, я, соответственно, буду играть стандартный такой сет. Немножко в сторону сдвинутый, как бы к нейрофанку. Немножко своих треков поиграю тоже. Ну, такая довольно насыщенная программа. Спасибо тебе. Удачного выступления. Увидимся на рэйве. Спасибо тебе. Да. Никуда не переключаемся. Ещё увидимся. Ещё увидимся. И сейчас рядом со мной еще один представитель драмбой сцены, это MC Freedom, MC MC MC, очень старый чувак со старой тузой, еще с тоннеля и так далее. Я хочу у него спросить, Терек, что для тебя слово рейв? На мой взгляд, рейв на самом деле намного более обширное понятие, чем какой-то клуб, чем какое-то место. В целом, я считаю, что рейв это культура, которая передается из поколения в поколение. На самом деле сейчас рейв приходит обратно, если вы заметили, то новое поколение одевает панамки. И тоннелевская туза тому доказательство, потому что рейв это то, что здесь, а не в стенах. Даже тоннелевская тема, она на самом деле более обширнее. И сейчас люди, которым реально надоел рэп, реально надоела искусственная культура, в целом рейв передается из поколения в поколение. Это вот здесь. Это намного выше и круче. Это свобода. Знаете, в чем на самом деле, реально, я сейчас скажу тему, вы все поймете, в чем на самом деле рейв. Вы сейчас поймете, я хочу, чтобы эта изюминка проплыла в целом. Рейв это вне политики. Когда людям надоедает думать, они понимают, что они не в силах, да, Дим? Ты же в курсе? Я же понимаю, да. Когда ты не в силах что-то изменить, ты ищешь самореализацию. Самореализация заключается в том, что ты не хочешь об этом думать. Ты не хочешь это решать не потому, что ты это не желаешь, ты просто понимаешь, что ты не в силах. И суть в том, что это именно та свобода. Нам остается только танцевать, и это и есть самореализация. Когда ты свободен, ты просто отбрасываешь это все и понимаешь, что у тебя есть возможность выпустить эту энергию. Вот прям остаться чистым, проснуться и понять, что вот, это моя психологическая нагрузка, которую я выпустил. Вот он рейв. Вспомним 90-е, ты просто приходишь, ты говоришь, мне насрать на политику. Ты говоришь, мне насрать вообще на эти идеологии. Мне насрать на выборы, мне насрать на все. Вот есть я, моя свобода, мои танцы. Я вот протанцевал всю ночь, это для меня рейв. Моя свобода, моя самореализация. Вот это рейв. То есть это свобода выбора? Свобода выбора. Отлично, спасибо тебе. Я Демок Баш, это был Спик, Баш, Баш, Баш. И вот закончилась эта ночь. Спасибо за просмотр этого видео об исследовании увлекательного мира андеграундной сцены. После того, как я побывал на этом рейве и начал изучать его через эмоции и чувства артистов, понял, что это только начало моего увлекательного путешествия. Каждое будущее мероприятие углубляет мое понимание этой культуры и открывает передо мной новые аспекты влияния рейвов на современное общество. Мой путь этого захватывающего мира не имеет конца. И я с нетерпением жду нового шага в этой увлекательной Одиссее. А теперь давайте поговорим о вас. Что для вас означает рейв? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Возможно, ваше видение этой культуры будет вдохновением для других зрителей. Если вам понравился второй ролик и вы хотели бы узнать больше об этой увлекательной теме, не забудьте подписаться на мой канал, нажать колокольчик, поставить лайк, написать большой комментарий. Вас ждут новые серии полных интересных открытий и вдохновения. Спасибо за вашу поддержку и до скорой встречи на следующем рейве. Я обязательно продолжу познакомить вас с разными аспектами этой культуры. С вами был Бима Баш, Блокс Пик Тупаш. Всем привет!